Лучший водитель такси в России 2018. В Чебоксарах прошел региональный этап этого конкурса. Виртуозно уходят от погони, перепрыгивают через мосты. В кино все таксисты все равно, что гонщики. Буквально за несколько минут они могут намчать героя куда угодно. Самые брутальные актеры примеряют на себя роль водителя такси. А какой он, лучший таксист в настоящем? Как я. Лучший таксист в жизни. Как выглядит? Какой это человек? Я не знаю, я не видел, но, наверное, всем важно быть вежливым, честным, аккуратным. Самое главное на дороге. И уважение к другим участникам движения, в том числе и к своим же пассажирам любимым. Самый прекрасный, самый замечательный, самый красивый, воспитанный, культурный. И вообще всех любит, всех уважает. И в том числе на дороге. Вы такой? Стараюсь быть таким. Змейка, маневрирование, параллельная задняя парковка. Шесть элементов участникам нужно выполнить на время. Так выглядит практический этап конкурса. И, что самое интересное, что больше всего приковывает внимание зрителей, это плавность вождения. Со стаканом, полным стаканом воды на крыше. И чем меньше участник прольет воды из стакана, тем выше он показал плавность вождения. Участникам предстоит пройти теоретические задания. Это проверка ПДД на компьютерах. А также знания истории Чувашской республики и истории такси в России. Чубаксары второй по счету город, где проводится региональный этап конкурса. За звание лучший водитель такси Чувашии боролись 22 участника. Артур Бучковский первый приступил к практическому заданию. За рулем он уже 10 лет. Из них два с половиной года работает в такси. Но даже такому опытному водителю на конкурсе сложно справиться с волнением. Волнение на старте, конечно, появилось все-таки. После сбитого конуса уже прям как-то этот... Я понял, что я его задену. Чуть-чуть неправильно заехал. Здесь все-таки волнение из-за массы людей. Я думаю, один бы я приехал и вообще все идеально сделал бы. Доказывают, что девушка за рулем это не опасно или смешно, а безопасно и аккуратно две участницы конкурса. Наталья Разумова устроилась работать в такси год назад и нисколько не жалеет об этом. Говорит, что очень любит свою работу. Наталья даже поделилась своим секретом поведения с неприятными пассажирами. Разные случаи, конечно, бывают. Разные. Но я стараюсь не портить себе настроение из-за какого-то человека. Просто стараюсь как можно аккуратнее и быстрее доставить до точки B. И пожелать всего хорошего, удачного дня ему и все. Ругаться смысла нет. Кстати, поведение водителя в стрессовой ситуации будет оцениваться в финале конкурса. Он пройдет 10 октября в Сочи. Там лучшие из лучших поборются за главный приз. Чувашию представит Илья Ильин. Пожелаем ему удачи. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.